Всем привет! Я извиняюсь, я не до конца привела себя в порядок. Тут побыстренько вот так волосы убрала. Просто у меня тут вовсю кипит работа. Хочу показать вам, что происходит, чем я сегодня занимаюсь. Будет такой домашний блог, как обычно. Я уже походила, позанималась цветочками. И тут спонтанно что-то на меня нахлынуло желание заняться стиркой. В общем, подоставала все свои пакеты там, где я сортирую. Ну, по цветам, по материалам и так далее. Вот, и заодно немножко прибралась вот тут в зоне за отпаривателем. У меня здесь находится такая корзина, это в Леруа мы брали. Здесь мы складываем на стирку. Вот тут вот почистила пол, убрала лишние провода, здесь удлинитель был. Потому что отпариватель вытаскивала как-то в другую комнату на удлинителе был. Сейчас обратно включила. У меня тут запас есть средства для стирки. Вот, чтобы он у меня сверху там на полках не стоял, места не занимал, решила сюда поставить. И пульверизатор я им сейчас не пользуюсь, пока что. Поэтому тоже сюда убрала. Вот, у меня тут всякие штатив, швабра, щетка для пылесоса. У Эдика там две большие линейки, которые никуда не помещаются даже здесь. Видите, они вот так скривились. Но больше некуда, говорит, поставить. Поэтому пока тут. Вот, здесь, ну здесь на самом деле такой хозблок, поэтому не то чтобы прям симпатично. Но, по крайней мере, чуть-чуть освободила место для каких-то нужд. Вот, у меня здесь контейнер для стирки со всякими мылами, сетками. Для этого утюга, от пятен. Вот, это для ниток. Ну, тут надо будет немножко тоже прибрать. Вот, доставала нитки. То, что носила из украшений, надо будет обратно убрать. Но это в другой момент, не сейчас. Тут еще для стирки. Вот, ой-ой-ой. Вот тут тоже для стирки. Вот, а это мои порошки основные. Для цветного, для белого. Кстати, вот я сейчас это вглубь подвинула. Что-то, наверное, неудобно. Ладно, я здесь потом переорганизую. Все, просто пока протерла, подвинула. Здесь все как было. Вот тут у меня навешаны вещи тоже есть. Сейчас буду их в стирку закладывать. Просто у меня процесс стирки немножко странный, наверное. Ну, в связи с большим количеством шерсти. Мне, чтобы вот положить туда вот часть вещей уже готова, нужно сначала провести процедуру очистки предварительной. Как это выглядит? Смотрите. Вот, для этого у меня есть два приспособления. Такая вот штука, которая снимает шерсть, пыль и так далее. И машинка для удаления катышков. Ну, это на всякий случай. Основной прибор вот этот. То есть, перед тем, как положить в стиралку, вещь мне нужно вот так вот хорошенечко пройти и полностью всю шерсть снять. Потому что, если я этого не сделаю, то она потом... Кстати, я, по-моему, об этом как-то говорила. Потом скатается на одежде, и она как-то так сплетается с нитями ткани. И потом мне ее убрать очень сложно. Эту катушку, там получаются такие шарики. Шарики формируются плотные и прям вклеены в ткань. И мне приходится их уже не вот такой штукой убирать, а прям руками. Это еще дольше, сложнее. И мне кажется, тем самым стиралка страдает. Там же тоже эта шерсть остается. Я ее так быстрее изнашиваю. Я так думаю. Поэтому, чтобы было проще мне и стиралку не убить, я делаю это предварительно. Это не значит, что после стирки она выходит идеально чистая. Там мне тоже нужно будет после стирки почистить. Потому что, допустим, укройте шерсть, она длинная. И она как-то там в волокна попадает, вот так пролезает. И ее ничем не вытащить, ни вот этой штукой, ни липким роликом. Мне приходится вручную где-то, где-то роликами. В общем, есть предварительная очистка до стирки, есть после стирки. И это нужно сделать не только снаружи, как я сейчас делаю. Я сейчас, кстати, вот так по-быстренькому, просто чтобы не 3 часа это происходило. А вообще, конечно, надо тщательно стоять вот так. Вот. Короче, надо будет вывернуть и изнутри то же самое сделать с двух сторон. И только потом она идет в стиралку. После того, как у меня проходит несколько стирок, заключительную я делаю какую-нибудь с рабочей одеждой, либо рыбацкой одеждой, и самое такое грязное. И после этого я чищу еще барабан. Там есть такой режим очистки барабана, где очень высокий градус, и он там чуть ли не стерилизуется. Вот. Пустую стиралку запускаю без всяких средств, без всего. Просто пустой барабан. Запускаю и чистится. И только после такой процедуры я могу стирать белое. Потому что видела один раз, точнее не видела, а заметила, что белое у меня желтым стало. Накапливаться же надо. Короче, вот так. Если бы у нас не было котов, я бы, конечно, так не заморачивалась. Или был бы он у нас один, так как их много. Вычесывать их полноценно не получается, потому что, ну вот чернуша, ладно, она еще любит вычесываться. Она в нормальном состоянии. Мальчики не очень любят. Особенно пирожок. Пирожок вообще прям ругается. Так что, все равно шерсть есть. Куда от этого не деться. Пылесось, не пылесось. Я вот диван за последние дни, наверное, каждый день его пылесосила. И все равно к вечеру он волосатый. Так что тут неизбежное такое последствия. Ну, как бы, хочешь котиков, убирайся. Ну, в смысле, за ними убирайся. Готов. Ну вот. В общем, мне сейчас надо будет таким образом обработать всю одежду. Потом я ее запущу. Стирок сегодня планирую сделать, ну, наверное, около трех. Потому что на стиралку, ой, на эту, на сушилку просто сильно много не поместится. Ну, я часть... Почему у меня по пакетам-то все лежит? Я обработанную одежду складываю, если я ее не сразу стираю, в пакеты. Там она сильно не пачкается. Потому что, сами понимаете, в воздухе шерсть никто не отменял. Вот. И там она, короче, не заставит меня повторно это делать. Ну, защита пакетами. Ну, вот. Сейчас этим занимаюсь, включаю себе какие-нибудь видео на ютубчике. Смотрю, и процесс такой не сильно напрягающий, я бы так сказала. Обычному человеку, наверное, может показаться странным. Какой-то ерундой занимаюсь. Но, если этого не делать, просто это будет не зеленая, допустим, футболка, а это будет просто шерстяная. не представляете, насколько там плотный слой собирается, если этого не делать. Я пробовала не делать. Это было просто невыносимо. На постельное, допустим, ты его берешь, и оно все бугритое-бугритое, даже чесаться можно. Такая вот плотность этих шариков. Конечно, зависит от материала, если взять какой-нибудь синтетический материал, шелк, скользкий, да, там есть разные, то там, конечно, так собираться не будет. Но все, что касается шерсти, хлопка, ну, вискоза, вискозе тоже рознь, разные бывают варианты. Или с плетением, даже если это синтетическое, то это все поражается шерстью. Первая стирка только что закончилась. Я тут уже подготовила светлое, ну, цветное светлое. Здесь, ну, практически белое. Вот такое вот слегка с рисунками и чисто белое. Я еще замочила тут носочки Эдика, вот где-то он сильно замарал на рыбалке, скорее всего, и просто пятна выводителем засыпала. Сейчас полежит, вот эта темная уйдет, и я хочу замочить вообще там еще у него футболка белая есть вместе уже в отбеливателе. Я просто боюсь, что вот это вот пойдет на футболку, поэтому такое двойное замачивание получится. Вот. Сейчас я достану вот эту первую стирку и хочу пойти сдалегка увидела. У меня там пару цветочков похожие листья опустили. Приготовила ленечку маленькую. Маленько удобно поливать, потому что не выливается слишком большое количество воды и не устроишь потоп. Поэтому сейчас сюда налью водички и пойду поливать. Вот тут, кстати, просила Этику убрать крючочки. Он тут как-то... Не знаю, что, короче, он с ними делал. Остались ванной крючки его рыбацкие. Вот. А в итоге положила еще. Попрошу сегодня его убрать. Тут такие они. Вроде как нужные. Какие-то с леской. Опасная вещь. У нас просто коты сюда могут залезть. Помню, как-то даже потерялся крючок. Ой, мы там лазили по всей квартире, искали. Вроде нашли. Но это было давно, не помню, если честно. Вот эта большая леечка у меня всегда стоит на готове. Здесь отстойная вода. Каждый день ее меняю, потому что каждый день с утра я хожу, опрыскиваю цветы, поливаю их и заканчивается она полностью. Часто даже не хватает тогда из пшикалок я доливаю. Вот. Поэтому она у меня всегда здесь стоит полненькая со свежей, отстойной водой. А маленькой леечкой я вот так хожу и поливаю потихонечку. Тут, значит, коты у нас валяются, набросаны в разных местах. Так, вот, смотрите, опустил листочки колюсенок. Сейчас мы его польем. Нельзя, чтобы они так пересыхали. Вот, видите, каждый день поливаю и каждый день вот этот вот. Потому что жарко, потому что батареи никто не отключил до сих пор. Ну, по крайней мере, уменьшить-то надо. Ой, смотрите, крассандра. Сейчас я полью, достану, покажу вам поближе. Потому что засвечивает, ничего не видно. Так, я, наверное, сама полью, потому что вам все равно все засвечивает, а мне нужна вторая рука. Вот, смотрите, вот эта шапочка, которая первая начала раскрываться, вот такая вот пышная она получилась, но она еще не полностью раскрыта. то есть каждый день прибавляется еще по цветочку. Вот, видите, скрученный. Вот. Вот там еще внутри. То есть она больше, больше, вот еще. Я так поняла, что система у них такая. Вот идет колосок, с которого все начинается. Появляются рожки по бокам. Сначала две, потом там третья добавляется. то есть много-много тут сегментов, так как показать, что было видно. Вот посмотрите сзади. Видите, она длинная и много там вот таких вот сегментов. Блин, сложно объяснить. Я сейчас посмотрю, покручу, на ком бы показать. Ну ладно, давайте вот все на этом же. То есть из каждой пазухи, можно так сказать, вот здесь выйдет цветочек, вот здесь, вот здесь, вот здесь и так с каждой стороны. Четыре стороны таких. Вот видите, сверху если посмотреть. Поэтому получается такой вот пышный, постоянно раскрывающийся цветок. Я вам его показывала, по-моему, в прошлом влоге. Там тогда второй только начал раскрываться, сейчас уже третий. Я тут насчитала таких бутончиков пять или шесть уже. По-моему, там шестой даже появился. Вот эти вот все подрастают. Есть еще крохотулечки вот тут маленькая. Так. Это там в глубине их много. В общем, супер-супер цветочек. Так я рада, что он у меня есть. Вот. Хотелось бы, конечно, еще завести голубой, но пока не встречала. Чуть-чуть он отличается. Такой приятный, нежный голубой. Вообще, голубых цветов у меня нет. Была когда-то орхидея крашеная, но крашеные это не то. Вот. Поэтому будет возможность, заведу. Нет, значит, остановимся на том, что есть, потому что, в принципе, мне как бы прибавлять особо и не нужно. И так много, много всего. А в следующие выходные, когда поеду на дачу, я знаю, что там у меня еще пару черенков стоят. Вот я их заберу. Семена, которые мы посеем, тоже потом. Я только по одному экземпляру возьму, все остальные в саду оставим. Вот. И не планирую пока ничего покупать. Я наоборот планирую продать. Мне вот надо будет на днях, может быть, сегодня начну часть растений отфотографировать и выставить на Авито. Я буду выставлять. Ну, начну с тех, которые повторные. Укорененные черенки и, может быть, еще какие-нибудь крупногабаритные. Посмотрим. Надо с чего-то начать. Не, вообще, у меня, конечно, там выставлено достаточно большое количество. Я в январе, аж 1 января продала гибискус огромный, напольный. Вот. Очень была удивлена. потихонечку уходят. Вот когда пару дней назад мама Эдика приезжала, ей тоже пару цветочков отдала с потифилом, который у меня цвел, гибискус. Да, вот тут у меня спальня на потолке висел. И потом еще белопироньку тоже отдам. В общем, вот так вот. ванная устроила немножко погром. Решила домыть горшочки, которые, ну вот, пересадила растения, и предыдущие горшочки вот остались. Правда, не все хорошо отмываются. Вот есть у этого какой-то налет. Я его ничем не могу, даже абразивной губкой убрать. Прям как камень. Вот. У этого горшка это не налет. Хотя, может, налет, но, в общем, тоже уже прям въелась. А так остальные вроде более... Ну, тут тоже чуть-чуть какая-то солевая, что ли, штука. Не знаю. Вот. Ну, долго какие растения там сидят, видимо, что-то отдают. Тарелочки. Это у меня еще не все. Вот часть в процессе. И есть еще стопочка. Вот. Но у меня на самом деле пересадки не закончены, поэтому эти горшки я еще буду использовать. Вот. Чтобы уже в чистые сажать. Потому что по одному каждый раз перед пересадкой мыть не очень удобно. Решила сегодня вот так вот разом все сесть домыть уже. А на кухне тут уже доготавливается рагу. Вот. Вот этот раз с кукурузой, с горошком сделали. Тут большая часть капусты. Ну, а дальше, как обычно, морковка, картошка, свинину сделали. Точнее, взяли в этот раз. Так, и лук. Еще лук. Без перца в этот раз и без помидор. Перчика просто не было, поэтому... Так бы я положила, конечно. Вот это, когда мне надо что-то быстро сделать. Просто такое делаю. сегодня жарко, хорошо, по-летнему, прям солнце печет. В этой комнате даже ничего не видно толком. Я сейчас в стороночку отошла. У меня просто сейчас вторая партия стирки запущена, плюс... Нет, только стирка шумит. Телевизор я на паузу поставила. В общем, есть у кого-то из вас коты? Коты, кошки? Проблема сейчас, не знаю, с кормом. Какой выбрать? Вот мы до этого ели Аплавс, Эплеевс, я вот где-нибудь здесь напишу, он как назывался, вот он нам подходил. Мы корм подбираем по пирожку, по нашему белому коту, он аллергичный, у него больной желудок, у него постоянно воспаляются глаза, уши, туда-сюда. В общем, ему почти никакой корм не подходил, а мы перепробовали, ну, я много раз рассказывала, повторяюсь, для тех, кто вдруг не смотрел. Перепробовали очень большое количество марок, профессионально. Ну, вот мы брали из премиум, либо супер-премиум класса. Ниже тоже пробовали, но там даже на остальных котах, которые не сильно реагируют на качество корма, не очень было. Вот он как раз пришел, опять весь. Сейчас я вам покажу, что с ним сейчас происходит. Сильно близко показывать не буду, чтобы вас не пугать. Ну, вот смотрите, у нас раскровавлено, это вот у него реакция на неподходящий корм. Вот тут вот раскрыто, чуть-чуть зарубцевалось, но он каждый день по-новой расчесывает. С глазом сложности над веком, как будто бы рассеченное, это тоже у него аллергическое. И вот сейчас уже подуспокоилась, но нижняя века, ой, чернуша, нет, у всех как-то. Меня сейчас камеру уронит. Нижняя века, прям вот кровь прям была. В общем, вот так вот он реагирует на неподходящий корм, поэтому нам очень важно подобрать реально нормальный корм. Я последние, вот после того, как тот корм пропал, он пропал на самом деле давно, месяцев 7 назад, наверное, 7 или 8. По-моему, один раз он там всплывал на какой-то часик, я просто постоянно отслеживаю, и потом он сразу, если не делаешь заказ, опять пропал. Вот все остальные корма, которые мы после пробовали. Вот мы взяли какой-то блиц, черная упаковка, и у меня сейчас есть подозрение, что нам, ну, неправильное хранение, скорее всего, было, потому что верхняя часть корма пахла странно. Дальше мы его ели, все нормально, а потом, ну, я пересыпаю корм обычно в этот, в контейнер для хранения, чтобы он не выветривался. Вот, и опять дошли до этой первоначальной части, опять я смотрю у него. Вот. Заказали мы недавно несколько новых кормов на пробу из того ассортимента, который сейчас существует. Так, сейчас я покажу вам. Сначала покажу, наверное, о, давно она тут? Сначала покажу тот корм, который мы купили в заповеднике. Я его покупала не как корм, а как лакомство к корму, который они плохо едят. Вот так. То есть, я там одну, одну, две штучки туда кладу, и они из-за ароматизаторов едят. Вот такое вот изделие. Это наше производство совсем недавно в заповеднике появился. Ну, они говорят, что вот на всякий случай завезли. Немножко на Бруксвелл, да, такой дизайн похож, только у них там это, короче, анимешный какой-то рисунок. Если коты беспроблемные, то, как бы, реакция нормальная. У них тут указано, что гипоаллергенная формула, 30% белок, 19% жир и состав. Вот на первом месте идет дегидрированное мясо индейки, 31%. Это очень хорошо, что идет на первом месте уже дегидрированное. Потому что, когда указывают мясо, оно же потом все равно высушивается. Это значит, что в итоге процент меньше, чем они заявили, а тут уже сразу говорят. Но потом на втором идет рис, просо, куриный жир, коров, гороховый протеин. Ну, как бы, по идее, все ничего. Неплохой состав. На мой взгляд, я не сильный эксперт, конечно. Вот, но я ничего такого не увидела. Но пирожку конкретно не подходит. Всем остальным котам нормально. Вот, а дальше я стала смотреть видео в интернете, какие сейчас российские, российского производства корма более-менее по качеству, какие стоит взять, какие подходят каким-то сложным котам. И вот, вычислила для себя я две марки. Первая тоже Блиц, только та упаковка, которую мы брали, я такую в продаже даже не нашла. Может быть, это была какая-то старая серия, и у вас срок годности закончился. Там не указано было, поэтому не знаю. В общем, самая нормальная серия у этой марки это Сенситив и Холистик. мы покупаем корм обычно по 10 килограмм большими-большими упаковками, потому что на троих нам это хватает на полтора месяца где-то, по-моему. Но так как мы не знаем, подойдет нам сейчас из нового ассортимента что-то или нет, я беру маленькими по 400 грамм, потому что если вдруг не подошел никому, куда потом эти 10 килограмм девать. Я почему? вот этот вот Сенситив он за 10 килограмм 4 с чем-то там, по-моему, получается. А Холистик получается такая же примерно цена, ну, может быть, 5 тысяч за 5 килограмм. Не, наверное, тоже 4 с чем-то. За 5 килограмм. Вот. И вторая марка это Бест Диннер. Прикольные, конечно, у них упаковки, такая матовая она на ощупь, тоже прикольная. Вот. Это у нас кто это у нас? Лампу вайл вей Блин, по-русски нельзя писать. Ягненок с ягодами. Вот. Этот корм миленькая упаковка. Сама внешность у вот этих зернышек тоже прикольная. потому что это сердечки. Это, конечно, миленько. И они его ели. Но чем дольше они его едят, тем хуже они его едят. Ну, как будто бы он им не очень сильно нравится. Не знаю. Это может быть связано с тем, что там не очень много ароматизаторов. Либо он просто не очень нравится по вкусу. Пирожку я его давала мало. В основном я его давала чернуши с кроком, потому что они как-то спокойнее на такие корма реагируют. Ну, потому что у пирожка была не очень хорошая реакция на него. Корм не задержался в нем. Вот так. Поэтому вот он два раза его поел и все. Я ему больше не давала. Всем остальным давала. Но вот они сопротивляются и периодически приходилось им подкладывать это у нас от Мнямс такие палочки лакомства. Я так делаю. Если корм хороший, я знаю, что у них нет никакой реакции. Шерсть у них хорошая. То есть по внешности понятно, что никаких последствий от него не будет. Я им подкладываю вкусняшки и они тогда его едят. Со временем пришлось сюда подкладывать. Поэтому делаю вывод, что этот корм нам не совсем подходит. Большую упаковку покупать не буду. Вот этот вот сенситив по пирожку уже сужу. Он его в основном ел, потому что ну как бы сенситив понятно, да, для чувствительного желудка. и вообще организма в целом. Так, кстати, по-моему про возраст. Тут у меня крока рядом работает, если будет шум, извините. Так, да, это как раз таки для взрослых кошек. А взрослые считаются вот 7 лет. Пирожков у нас как раз в районе, ну мы-то считаем, что он котенок, но вообще ему где-то в районе 8, предположительно, мы не знаем. Вот, так, да, с чувствительным пищеварением. И вроде как все было хорошо на последних днях, единственное. Ну вот у него вот эта короста по духам периодически держится, потому что то он где-то мясо украдет у нас. Ладно, не украдет, мы сами иногда даем. Сырое мясо, молочку практически не даем, потому что у него тоже плохая реакция, она уже другая. Ну и вообще, в принципе, взрослым организмом молочка холодная. Не идет, лучше не надо. Короче, есть небольшие сомнения, точно ли это от корма. вроде бы этот был самый нормальный из тех, которые мы пробовали. Он закончился, я сейчас стала давать ему крока. А как я буду снимать? Камера упала. Сейчас, так как тот закончился, я начала давать вот этот холистик, он типа самый лучший из этой линейки, точнее, эта линейка самая лучшая от этого бренда, считается, она и подороже, я вам сказала. Вот. Ну, кракуша, отойди, пожалуйста. Это он на корм реагирует. Пусть он тут постоит, ладно? Тоже для взрослых котов. Курица-ягненок, тоже тут состав вроде как ничего. Ну, вот он его ест второй день, пирожок. Что, тебе дать, что ли? Давай. Только что уже кушал. ест его второй день и ест, если честно, не очень. Ну, на самом деле, может быть, там просто меньше как раз вот этих ароматизаторов ему не очень нравится, но и ест. Все остальные тоже едят, я всем троим его даю. Но вы видели, да, что с ним происходит? Он стал хуже выглядеть. Ну, в плане, у него все больше вот этих кровавых всех штук, он себя расчесывает, видимо, какая-то аллергическая реакция, поэтому я боюсь его, если честно, давать. Кто-то, может быть, знает, какой корм надо сейчас давать нормальный. Порекомендуйте что-нибудь. Я уже не могу на него смотреть. Я сегодня утром прям чуть не расплакалась, когда увидела, что он со своими глазами сделал. Сейчас просто у него так быстро заживает, слава богу, потому что реально идет и у него кровь в трех местах века. Вот так, раз, два, три. Я не даю ему чесаться, я ему сама вижу, что начинает чесаться, уже сама ему чешу аккуратненько, без ногтей, вроде нормально. Но вот только отвлекешься, я же не могу за ним постоянно ходить. И все, какая-нибудь новая дырка в голове. Скоро все мозги повытекают уже. Бедный лежит, пыхтит. Вот, ладно, хотя бы глаз перестал выпадать. Боже, что за это? Чернуша, сидит мне в глаза, смотрит. Малышка моя. Вот ни у кого таких проблем нет. Ну, белые коты, как бы, у них такая репутация, наверное, неспроста. Так, вот, если кто-то что-то знает, подскажите, посоветуйте, может быть, у вас есть знакомые, кто каким-то кормом кормит, может, у вас есть знакомые белые коты, или вы как-то с этим связаны, что-нибудь посоветуете, я буду очень надеяться и буду очень благодарна, потому что вот у нас сейчас этот закончится и будем какой-то заказывать. Ну, пока, предположительно, это будет вот этот sensitive, потому что на него была более-менее реакция, но хотелось бы что-то получше, если честно, подобрать. Это единственное, насчет чего у меня нет никаких решений. я не знаю, что с этим делать, и это реально проблема. У нас проблема. Вот такого вот размера мы обычно берем упаковки. Это старая упаковка от хиллс, брали как-то стерилизованный, для стерилизованных попробовать, но нам не очень понравился. Ну, вот такой вот объем нам нужен, поэтому понимаете, да, почему я сейчас беру по маленьким упаковкам, просто для тестирования, чтобы понять, подходит, не подходит, потом будем заказывать точно такое же. И предыдущие корма всегда мы брали так, ну, вот, ненадолго нам хватает почему-то. Как-то искривился бедный котик. Вот так вот пусть лучше будет. Сейчас я туда землю насыпала, это то, что старая от пересадки земля, ну, попорченная, попорченную я выкину, а та, которая нормальная, я вам показывала в тазиках, вот сейчас как раз потеплело, можно будет на днях выходить, выносить куда-нибудь, у нас же тут берег, лес рядом, ну, вообще много территорий, где открытая земля, вот я высыплю, клумбы, кстати, есть, вот туда, потому что она хорошая. Все, у меня перерыв, я устала, запустила Игоря, сейчас будет, тестировается третья стирка, вообще, в итоге получится, похоже, четыре стирки, потому что сейчас там стираются рыбацкие эти, к полотенце, потом я запущу, вот как говорила, чистку барабана, и после этого будет последнее белое, вот то, что я замачиваю. Сзади меня вот тут виднеется кучка, это я только что пропылесосила постельная, перевернула матрас, еще, правда, новая не постелила, потому что у меня там кроколек не дает, ну, я как бы не сильно так хотела, у меня все равно перерыв, поэтому пусть лежит. Вот, а простынь сюда положила, все остальное уже по пакетам расфасовала, стирка с постельной будет не сегодня, завтра или позднозавтра, вот, а черная, это там пуховики. Я полностью постирала уже все пуховики зимние, они у меня лежали, точнее, висели на плечках больше недели, потому что нужно было хорошо-хорошо их просушить, проветрить, и я хочу их уже куда-нибудь убрать подальше, они нам точно не пригодятся. Сегодня Эдик вообще пошел даже уже в кожаной куртке, представляете? Ну, днем обещали плюс 10, вот, придется, спросим, это его первый день будет, не в дубленке, в дубленке висит, но ее убирать пока не будем, ни его, ни мою, потому что минус еще обещают пару дней всего, и, возможно, возможно, и не будет этого минуса, на что я надеюсь. Вот. Так, мне сегодня еще остается посуду убрать после готовки, на кухне там столешница, плиту помыть как обычно, постелить постельное, раз еще не доделала. Так, и что, ну, может быть, что-то еще буду делать, но снимать, наверное, уже ничего не буду, потому что я очень устала после того, как я полизалась у постельной, и в диван, и что-то в этом роде, у меня там все отваливается. Вот этот вот отдел, сейчас как раз массажером своим поработаю. Он у меня, короче, в основном для шейного отдела оказался. Так, да, ну и стирки-то делаются. Чужую как попало, видите, из-за того, что держу штатив, у меня как-то перекривилась вся спина, я так, ладно. Все тогда, всем спасибо за просмотр, пишите обязательно комментарии, что делали вы сегодня, у кого тоже все шерстяное. Встретимся в следующем видео, пока-пока. Решила все-таки показать, навела на кухне уборку, полностью столешницу помыла, фартук, плиту. Так, кувшин помыла, сейчас пока без воды стоит, сейчас кипячу, налью. Череночки, кстати, из тепличек достала, потому что, ну, вроде как крепкие, уже не требуется. Так, чернуша требует, чтобы ей шкафчик открыли. Сейчас открою. Так, помыла часть посуды, вот то, что с деревянными ручками вручную, сковородка, мне сейчас пригодится, буду греть еду, там и перчаточки. Так, раковину все освободила. Ну, вот так вот, пусто. Посудомойку загрузила, но она еще не полная. Опа. Верхняя полочка полная полностью, а вот снизу еще осталось место, как раз вечером поужинам, тарелочки туда пойдут и буду запускать. Так, ну вот, все, теперь точно пока-пока. Чернуша, скажи пока-пока, маленькая мышка. Пока.